МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запасы вакцины на Ставрополье достигли максимальных объемов. В распоряжении медиков 95 тысяч доз первого компонента прививки и 251 тысяча второго. Об этом рассказали на совещании Краевого координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое провел губернатор Владимир Владимиров. Как прозвучало, на сегодня процедуру прошли свыше 487 тысяч человек. На 80% выполнен план вакцинации в Красногвардейском округе. Высокие темпы прививочной кампании в Кочубеевском, Минераловодском, Степновском округах. По наблюдению медиков, в этих территориях сократился прирост пациентов с коронавирусом. При сохранении существующей динамики вакцинации Ставрополь уже осенью сможет выйти на уровень формирования коллективного иммунитета. Однако сейчас ситуация заболеваемости остается непростой. До конца недели в больницах развернут еще 300 коронавирусных коек. Общее их количество составит почти 3 тысячи. В селе Кочубеевском на улице Тенистой продолжают возводить школу на 440 мест. Как сообщили в управлении по информ политике правительства Ставрополья, в образовательном учреждении будут просторные учебные классы, спортзалы, медпункт, столовая и библиотека. Строят объект благодаря госпрограмме развития Скайфо. Завершить работы планируют в конце этого года. В селе Садовом завершился капремонт амбулатории. Как сообщили в администрации Арсгирского округа, в здании полностью заменили систему водоснабжения и канализации, привели в порядок кровлю. Сейчас специалисты занимаются благоустройством территории. Амбулаторию обновили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В Петровском округе капитально отремонтируют двухкилометровый участок трассы Светлоград-Благодарный-Буденовск. Работы на объекте уже начались. Как сообщили в региональном Миндоре, специалисты приведут в порядок покрытие и установят новые знаки. Реконструкция автомагистрали пройдет благодаря поддержке Краевого дорожного фонда.